Что не так В этом месяце были задержки, связанные с уходом одной из газоснабжающих компаний региона с рынка Составлены графики развоза по населенным пунктам, соответственно, сейчас газоснабжающая компания в целях того, чтобы наверстать упущенное, значит, работает по большому счету на телефонных звонках по заявкам, что называется, в ручном управлении Для того, чтобы вовремя развозить баллоны, газоснабжающая организация приобретет еще две специализированные машины Не меньше волнуют жителей области вопрос о благоустройстве и комфортной среде проживания По освещению тоже вопрос. Тоже нужно подходить точно и с пониманием. Тоже в одном из сел, вчера, Староманьского района, мы договорились с жителями о чем? Вот у них висят старые фонари. Электричество сжигает много. У многих в селах это есть. Денег у поселения нет. И не будет, если они дальше будут это оплачивать Мы договорились о том, что какое-то время освещение работать не будет. И все эти деньги, которые сэкономит глава поселения, на эти деньги он купит светодиодные светильники Примеры есть в соседних муниципалитетах. В селе Янганаево Чердоклинского района установлено 65 светодиодных светильников Ночью здесь светло, как днем. А стоит это чудо сущие копейки Интересует сельчан и новая схема вывоза и утилизации твердых коммунальных отходов. А именно, сколько за это нужно будет платить? До конца августа месяца Департамент по регулированию цен на тарифах уже подготовит тарифное решение И в сентябре месяце соответствующие приказы будут изданы об установлении тарифов на вывоз, сортировку, захоронение, переработку твердых коммунальных отходов Предельная сумма тарифа, скорее всего, будет установлена от 100 до 112 рублей в зависимости от зоны. Всего таких зон 5. По 4 уже выбраны региональные операторы. К своей деятельности они приступят уже с 1 января следующего года Егор Дстов, Юрий Конехин, Новости дня, Ульяновская правда